Ваш вопрос? Ну вот смотрите, мы говорили уже на эту тему одиночества, да, вчера, что из-за того, что люди незрелые, у них не хватает душевной силы, это называется чувство собственного достоинства, поэтому мы не можем справиться с энергией любви. То есть если появляется человек, женщина или начинает сильно унижаться, если от него любовь исходит, как бы ты его любишь, допустим, да, он наглеет, ты унижаешься. И вот у вас такая ситуация была, вы в униженном состоянии жили с ним, унижались перед ним, он стал гордым, в результате ушел. Вот или наоборот, как бы ты сам злишься на человека, который тебя любит, и он не выдерживает, тоже может не выдержать, просто сломаться и уйти, хотя он любит, он сам любит. В этом случае он никого не найдет себе, будет как бы один жить в обиженной, но никого не найдет, будет продолжать любить, такое бывает. И можно вернуть в этом случае человека, но когда ты любил человека, он ушел, тогда вернуть сложнее, потому что он не привязан в этом случае. Ну, он любил, много делал, у нас было много конфликтов. То есть это вы, наоборот, были гордой, да? Ну, больше я не знаю. Ага, вон оно что. Были конфликты, но... Ну, у вас уже поменялось настроение. Смотри. Он устал от вас, да? Вы его замучили. Понятно. Хорошо. Ну, это уже лучше ситуация. Это лучше. Он сейчас один или кто-то есть у него? Один. Один? Ну, верните его, что вам сложно. Придите, скажите, я теперь хорошее. Ну, он просто, видите, он обжегся, ему нужно время. Я думаю, что все будет хорошо. Вы продолжайте по-доброму с ним себя вести, общаетесь. Говорите, я поменялась, я теперь не буду ругаться. Ну, то есть дайте ему понимание, что происходит. Он постепенно тает и попробует вернуться. Ваш вопрос, да? Здравствуйте, это Геннадий Ильич. У меня такой вопрос личный. Четыре года назад у меня ушел брат в этой родине. Очень таким способом. Ну, очень с мамой до сих пор. Мне так сильно шел. Вам нужно молиться за него? Он сейчас страдает. Плохо, тяжело, нужна молитва, помощь. У вас тяжесть на сердце, да? Получилось так, что он утонул и ушел под лед. Нас не какой-то был спортсмен. И, в общем, мы до сих пор не нашли его тело. Это, наверное, еще висит ситуация, что мы не можем его похоронить. Вы не найдете его тело? Мы надеялись сначала, что мы его найдем, а потом... Нет, вы не найдете его, уже невозможно найти. Вот как это вообще влияет на нас, что он, приезжающий родственник, получается, в таком... И пошел подышать, и не тренируется. Ну, нам уже сейчас получилось легче, если честно. Я даже не буду как-то себя, но в основном страдает мама. Ну, я... Вы видите, вы мне задаете одни и те же вопросы. Вопросы о том, что надо трудиться сердцем. Я вам отвечаю на эти вопросы. Сегодня будем объяснять, как это делать. Настраивайтесь на святость, на святое что-то. Начинайте повторять молитву, кланяться святости. На заднем плане потом вспоминаете этого человека. Постепенно память о нем будет лучше, лучше. И в этот момент вы почувствуете облегчение, когда совсем память светлая о нем будет уже. Не тяжелая. Вот сейчас тяжелая у вас память о нем. Это значит, ваш объем работы. Между вами что находится? Ваш труд души. И так как люди не умеют и не любят трудиться душой, поэтому они плачут. Вот вы плачете. Почему? Потому что вы не хотите трудиться сердцем. Или не знаете, как это делать. Я бы на вашем месте просто молился, молился, пока не справился с этой работой и все. Сегодня мы будем говорить, как это делать. Я вам покажу этот способ, который все знают. В древней культуре все так делали. Мы же неграмотные, не понимаем, как сердцем своим совладать. Люди в основном думают, что им... Вот опрос, недавно провели опрос людей социальный. Большинство людей считает, что им не хватает денег. Потом на следующем месте стоят люди, которые считают, что им не хватает социальных удобств. Дальше люди стоят, которые считают, что у них не хватает нормальной медицинской помощи. И так далее. Вот первые три места, это где-то 80-90% людей, считают, чего им не хватает в жизни. Вот такие вот у них понимания. И это означает, что люди живут в полном невежестве. Ну что им, они голодные, с голоду пухнут, что ли? Голоду никто не пухнет, денег хватает. Что они на улице живут? На улице никто не живет. Правда ведь? Все живут в домах. За редким-редким исключением. Там, может, какие-то там... И то, почему они живут на улице, потому что люди, может, как бы ненормальные, слабоумные. Нормальные люди все живут нормально. Просто проблема заключается в том, что людям хочется больше, лучше, качественнее. Означает, что они не понимают, на самом деле, чего им не хватает. Им не хватает спокойствия души, не хватает отношений с Богом, не хватает развитости внутренней, удовлетворенности внутренней. Не хватает. Потому что эта развитость, она даже меняет ситуацию во всех отношениях к материальному человеку. И люди поэтому, они мечутся, они ищут себе больше удобств, условий, возможностей, но это не приводит к успеху. Потому что для того, чтобы поменялась жизнь, нужно, чтобы твоя чистота внутренняя занимала другой статус в этом мире. Если ты более благочестив, у тебя лучше условия жизни, менее благочестив, хуже условия жизни. Вот и все. Так работает система, вот эта, в которой мы находимся. Даже люди очень богатые все, у них просто больше благочестия. Они делали больше в прошлой жизни добрых дел и получили себе какие-то преимущества. Или хорошую память, или хорошую речь, проницательность, способность управлять людьми, способность строить отношения, способность иметь хорошее образование и так далее. Это все означает благочестие. Это получает человек в результате своих добрых дел в прошлой жизни. Но если у вас нет этих добрых дел в прошлое, так сделайте в этой. Понимаете, есть разные способы действовать. Некоторые действуют вниз, вектор вниз делают. Начинают грабить, убивать и так далее. Как этот один есть преступник, он написал о том, что он может за две минуты заработать миллион долларов. Его спросили, а почему не за пять минут? Он сказал, потому что за пять минут приезжает полиция. Так она все равно к тебе приедет, хоть не за пять минут, там за три месяца, но она все равно тебя найдет. Ну то есть это безумие так мыслить. Это вектор вниз называется. Большинство людей действуют вектор вширь. То есть не хватает денег, больше работаем и так далее. Больше учимся, больше работаем. Ну то есть что-то надо делать больше, чтобы было больше. Вектор вширь. Это большинство людей так живут, суетятся, мучаются, напрягаются больше. Вектор ввысь означает отношение с Богом. Когда человек начинает развиваться духовно, нравственно, он повышает свой нравственный статус жизни. Что это дает ему? Он начинает лучше видеть жизнь. У него обменяются потребности. То, чему было раньше ему нужно, ему уже не нужно. Безделушки всякие не покупает. Вот. У него появляется другое общение. Более надежные люди его начинают окружать, которые потом ему помогают устроиться на ту же самую работу или найти мужа, жену. Понимаете? Когда человек больше благочестия имеет, он повышается. Жить становится легче. Меньше усилий тратить на выживание. Ну, приведу пример. Допустим, все познается в сравнении. Вот представьте себе, необразованный человек, темный человек. Он работает там в тяжелый физический труд какой-то совсем там. Ну, какой-то совсем тяжелый труд. Почему у него такой тяжелый труд? Потому что он темный человек, необразованный. Даже просто материальное образование, человек уже лучше начинает разбираться, где работать, как. Но, понимаете, есть три типа образования. Есть материальное образование, есть нравственное образование, есть духовное образование. Материальное образование дает возможность себя задействовать на том статусе жизни, на котором ты находишься. Вот у тебя, допустим, хватает благочестия сейчас жизни на что-то. Ты можешь материальное образование получить и себя занять на полную катушку. вот сколько у тебя есть возможностей, ты их всех занимаешь. Нравственное образование повышает возможности человека. Допустим, ну взять любого работодателя. Вот каждый работодатель знает, что ему нужны ответственные люди, честные люди. Понимаете, он не говорит, мне нужен человек, хороший специалист. Хороших специалистов завались. Мне нужен честный работник, трудолюбивый, ответственный. Я правильно говорю или нет? Работодатели есть здесь? Кто? Люди, у которых кто-то? А? Правильно. То есть нужен честный, ответственный, трудолюбивый человек, заинтересованный в своей работе, чтобы он развивался там, чтобы ему это было интересно. Так это называется нравственное развитие. Этому в институтах не учат мои хорошие. Не учат этому в институтах. Этому учат вот здесь. Это нравственное развитие. Оно человеку дает другой статус в той деятельности, в которой он находится. Такие люди на вес золота. Вот когда человек нравственно развит, он способен трудиться с любовью, честно, по-доброму относиться к людям на работе. Такой человек на вес золота. Он сразу становится там, допустим, это производство, мастером производства. И так далее. Что? Давайте, да, пожалуйста. И есть еще третий уровень развития человека. Первый материальный дает своей плоскости выжить, да, возможность. Второй нравственный повышает статус человека. А третий духовное образование, которое я вам сейчас буду давать. Он меняет возможности просто. Возможности становятся другими. То, что было раньше недоступно, становится доступно. Если девушка просто в принципе не может выйти замуж, получая духовное образование, она в принципе теперь уже может выйти замуж. Да? Ваш вопрос. Это значит, что вы такая. Ну вот и все. Ну нет, это к вам вопрос, а не к нему. Но все начинается с женщины. Женщина – это вдохновляющая сила. То есть, если вы вдохновляете мужа, он вдохновляется. Точно так же, как, допустим, есть, допустим, в цветке пыльца. Цветок не пахнет. Это вопрос к пыльце или к цветку. Чем цветок пахнет? Пыльцой. Если пыльцы много, запах от цветка идет, он становится ароматным, и его продают задорого. Понимаете, женщина – вдохновляющая сила. Женщины сами не знают свою природу. Женщина является пыльцой мужа. Она из него делает конфетку. Она делает его удачливым, успешным, потому что в ней есть такая сила. Если женщина развивается духовно и нравственно, на мужа это всегда отражается. Это неосознанно происходит. В смысле? Мужей двое? Нет. Вы влияете на свое. Влияете на свое, и свое и получите. Не имеет значения, сколько там их. У каждой свое влияние есть. Ваша судьба там тоже есть. Не волнуйтесь. Вы сейчас вот смотрите на меня глазами своей судьбы. Вы смотрите на меня и показываете, что там не тяжело от того, что их двое, от того, что на нее влияет. Это ваш объем работы. Это то, что вам надо делать. Вы можете в молитве, в духовной своей деятельности победить свою судьбу. И ваше влияние будет основным и на вашего мужа, и на его компаньона. Удача придет в их жизнь. А вот сейчас вы смотрите на меня глазами неудачи. Я вижу ваш взгляд, чувствую объем этой работы. Но не мне его делать. Я не могу за вас жизнь прожить. Дядя Геннадьевич, я, наверное, у меня все правы, но я не считаю, что нам нужен тот буре и благосостояние, которое он ставит себе. Я считаю, что нам хватает. Тот, который он ставит, это... Это опять же означает неразвитость. Людям часто хочется больше, чем нужно. Это правильно. Но это означает, что вам надо вкладывать духовные силы в близкого человека. Он отрезвеет. Вкладывайте ему свой духовный аромат. Знание приходит от вашего. Ваше знание передастся ему. В семье всегда есть два движения. Одно движение в социум, а другое внутрь. Движение внутрь в семье инициирует женская природа. Поэтому Бог женщине изначально дал возможность быть ближе к Богу. Женщины чувствуют Бога лучше и совесть, чем мужчины. Особенно по отношению к мужу. По отношению к себе, может, женщина не сильно что-то чувствует. Но по отношению к мужу уж точно хорошо чувствует. Как надо им жить, как развиваться. И поэтому женщина молится за мужа. Это нормально. И у него все получаться начинает. Благословляющаяся сила. Но понимаете, духовность в семье сначала зависит от женщины. А потом, когда она побеждает свою судьбу, и мужчина вдохновляется развиваться, тогда уже она просто должна его поддерживать. Он сам пойдет вперед уже в этом отношении. Всегда будет у мужчины финансовый вектор, потому что его природа такая направленность на поддержание семьи. Это его природа мужчина такая. Это нормально? Но если вы хотите, чтобы он направился не на финансовое благополучие, тогда он уйдет в монастырь. То есть у него не надо уже ничего, у него другая направленность. Значит, он вообще отойдет от дел. Понимаете, мужчина не может все делать в полоборота. Ему или надо сильно все делать, или вообще ничего не делать. То есть вы хотите поменять его направленность, что ли? Меня слегка беспокоит такая озабоченность финансового благополучия. Ну, это всегда, это природа мужчины. Если он озабочен не финансовым благополучиям, тогда он отрекается от мира просто. Все мужчины так живут. Все силы вкладывают в развитие. Ущерб себя. Ущерб себя все так делают, да. Мужчина лечится в реанимации только. Это природа просто мужчина. А у женщины есть три стадии заболевания. Первая стадия больна, вторая стадия очень больна, третья стадия вдова. Все нормально? Природу не поменять? Расслабляйте его, успокаивайте. Это нормально? Так? Действительно. А? Ее не поменять, а качественнее улучшить. Качественнее улучшить природу. Да, правильно вы говорите. Но это означает не поменять, а улучшить качество. Ну, то есть, например, если в бутылке, допустим, прозрачная вода, а не черная, допустим, это поменялась бутылка? Нет, она не поменялась, просто она другого качества стала. Так и мужское тело тоже. Ну, его не поменять. Вот дано, может, мужское тело, мужская психика, его не поменять в жизни. Качество можно улучшить. Можно сделать такое качество, что мужчина будет больше интересоваться духовным, чем материальным. Такое возможно. Но он все равно это будет делать в социальном аспекте, а не в аспекте семьи. Он будет духовно развивать общество тогда, а не финансово. Понимаете? Ну, то есть, направленность мужчины все равно это направленность в общество, а не в семью. А направленность женщины это направленность в семью. Так устроен Бог, устроен мир. Мы не можем это ничего поменять. Бывает, что люди недоразвитые, поэтому женщина направлена в общество, а мужчина в семью. Но когда они развиваются, они меняют этот вектор. Бывает, что человек недоразвитый, поэтому он так живет. Потому что женщине на работе она отдыхает, а мужчина дома отдыхает. Недоразвитые люди направляют себя туда, где они отдыхают, а не туда, где надо трудиться. А развитые люди направляют себя туда, где надо трудиться, а не где надо отдыхать. Женщина трудится в семье, там ее жизнь, там ее труд. А мужчина трудится в обществе. Женщина в обществе наслаждается, радуется жизни, там ее хобби. Она может вести социальные проекты какие-то, что-то делать для общества. Это ее хобби. А труд у нее в семье. Мужчина трудиться должен в обществе. А дома он хобби. Забивает гвозди, радуется жизни. Если жена хорошая, а если плохая, лежит на диване. Да? А мы вчера об этом... Были вчера на лекции? Мы вчера всю лекцию об этом говорили. Да? Послушайте в записи. Да? Давайте вот в микрофон, чтобы мы со всеми общались вместе. Говорить о духовном развитии. У меня ситуация такая была, да? С детства я применился к развитию личных. В 14-летнем я применился духовным учителем. Ну и были результаты. Ну и было вкладом на учебное состояние. Но через некоторое время, ну, как тоже был поскольку, я захотел, ну, обратился в полгода, и в полгода я потопил, ну, в трудности. Я чувствую, что я смогу преодолеть. Причем обратился так, что, ну, как же, чтобы не было обратно. И в течение, ну, довольно-таки длительного времени, где-то около 15 лет, получилось так, что, ну, как бы я все это получил, но получили заодно еще те люди, которые общались рядом со мной. То есть это, ну, не то-то. Ну, не обязательно. Что они получили? Были проблемы с периодом. Причем из всех проблем я выходил, как, ну, сухой водой, хотя были проблемы, как, ну, на грамме снять. А там, говорила, попадал под машину. Ну, я чувствовал, что это мне. Ну, здорово. Ну, люди, которые рядом со мной находились, сейчас у них все хорошо, ну, у них были тоже сложности. Но с тем, с кем я общался, да, у них были, ну, периодные трудности на тот момент, когда я с ними общался. Не является ли это, ну, скажем, страстью какой-то? Да, страсть может быть в духовном развитии. Да, ну, вот смотрите, допустим, вот что такое благость? Благость – это когда человек сбалансирован. Ну, например, у него правильное отношение к труду, к молитве, к семье, к работе, к здоровью. Ко всему правильное отношение, трезвое. Баланс означает. Вот, допустим, представьте себе, я сейчас приду на лекцию, и вам всем плохо станет. Что это значит? Значит, у меня нет баланса? У меня есть какая-то несбалансированность внутренняя. Понимаете, иногда человек не меняется качественно в жизни, а он пытается вот эту энергию страсти применить к благости. Ну, допустим, я решил бегать, заниматься здоровьем своим. И как я бегаю? Бег на месте до изнеможения, да? Ну, то есть я бегу и не могу остановиться, мне надо 10 километров пробежать. Это благость или не благость? Ну, это страсть, понимаете. Или я в проруби сижу до посинения. Это благость или не благость? Страсть. И если человек в страсти начинает благостными делами заниматься, первое, что он делает, он рушит семью. Он приходит домой, выкидывает холодильники, телевизоры, там, и все остальное. То есть означает, никакой благости нет. Это фанатизм просто. Или начинает взрывать всех там вокруг. Тоже поверил в Бога, так сказать. Получается, всему свое время, да? Да нет, просто нужно понять, как правильно. Я же вчера на лекции говорил, что развитие личности, каждый шаг развития личности должен идти с глубоким пониманием, чего ты хочешь сделать. То есть нужно знание. Если, допустим, просто в жизни вот человек, допустим, живет в страсти, он знание куда применяет? Он знание применяет к своему труду. То есть он очень серьезно подходит к вопросу, как ему работать, где. Он получает там квалификацию, изучает, как правильно. Он все в свое знание, в свой труд, в свою деятельность направляет. Человек в страсти. Но как он относится к своей жизни? Тот же самый человек в страсти. Разве он сильно заботится о том, кого он в жизни встретил, как он встретил, что там дальше будем мы вместе делать, как мы будем дальше жить? Он об этом заботится, он это изучает, да он думает, да все будет нормально, что тут заботиться. А потом начинается расколбас, он такой репу чешет, что-то не получилось. Понимаете? То есть человек благости, он наоборот понимает, что вот эта деятельность, которую мы совершаем, это вторичная вещь. Вот допустим, смотрите, мышки, ящерки, черицы, лошади, кони, рыбки, все занимаются тем же самым. Они все, как угорелые, бегают для того, чтобы заработать себе на жизнь, норки себе роют, создают семьи, рожают детей, утверждаются в обществе, становятся вожаками стаи или косяка рыб. Понимаете? Все это одно и то же, просто это можно делать социально более сильно или более слабо. Животные, они это делают инстинктивно. Но люди точно так же живут на этом же самом инстинкте. Понимаете? Они развиваются материально. Это инстинкт самосохранения. Это не то, что человеческий интеллект срабатывает в этот момент. Это то же самое, просто более интеллектуально они подходят к этому, потому что они люди. Но если уж говорить о покачественной перемене жизни, то человек знание должен свое использовать в вопросе, как ему жить, а не как ему работать. Это тоже надо, это нормально. Но если он как житель изучает серьезно, каждый шаг свой проверяет, как ему развиваться, как что делать, тогда такой человек не совершает ошибок больших. У вас не было образования правильного? Вот в чем вопрос. И так мы с вами говорим о взаимоотношениях. На первой лекции мы поставили главную идею, что есть главный акцент в жизни человека это взаимоотношения с собой. Если человек не хочет по-настоящему быть счастливым, не изучает, как это надо сделать правильно, то тогда в этом случае все остальное, что в его жизни происходит, оно становится результатом. Если человек не изучает, как правильно жить именно, не получать образование или деньги зарабатывать, а жить, это разные вещи. Потому что, смотрите, возьмем очень богатого человека. Мне в Москве пришлось общаться, я все это увидел. Мне Господь на 7 лет Москву поселил, чтобы я все увидел. Мне приходилось общаться со всеми людьми самыми высокими сфер жизни. Там еще хуже проблем, больше еще. Почему? Потому что, когда к человеку прилипают деньги, на него все смотрят просто как на кошелек. У таких людей иметь друзей, иметь любовь еще тяжелее. Почему? Потому что все прыгают на задних лапках, отношений глубоких ни с кем нет. А потом, когда на поверку все выясняется, то получается измены, предательство и так далее, насилие и злоба. Понимаете, то, к чему люди стремятся, там еще хуже отношения. У меня есть один знакомый, ну не в нашей стране, в другой, он тоже как бы связан с правительством. Он рассказывает, что не с кем поговорить о жизни, потому что все, кто его окружают, вот люди, они помешаны просто на деньгах, на сексе, там у них вечеринки с проститутками, там и все прочее. Его приглашают, он говорит, ну я извиняюсь, сегодня не смогу. Он им не может объяснить, что он никогда не сможет, потому что ему это противно. Понимаете, попытайтесь это понять, что развитие количества счастья, которое мы получаем, не зависит от количества денег. Человек может быть нищим полностью удовлетворенной жизни, полностью счастливым, если у него нет таких больших амбиций в жизни. А если есть амбиции, тоже нормально, человек может быть очень богатым и счастливым, но количество счастья определяется его развитостью нравственной, а не материальной. На любом статусе уровня развития человек может быть удовлетворенным и счастливым. Счастье откуда берется? Оно берется в очень искренних, глубоких отношениях с детьми и с женой и с мужем. Первое. Оно берется в глубоких взаимоотношениях с природой, с этим миром. Бывают люди очень счастливы, потому что они любят природу. У них глаза горят этим, вот этой любовью. Им этого достаточно в жизни. Они даже просто едут на природу и там живут с самодостаточной жизнью. Земля все дает. Все, что нужно для жизни, она дает. Люди просто счастливы, там живут, не парятся, не бегают по городу, как угорелые. Понимаете, у них много свободного времени и много счастья в отношениях. Не обязательно всем ехать в деревню, там жить. Не обязательно. Я уехал. Мы взяли, провели эксперимент. Мы работали в центре Москвы. Еле выживали на этом Арбате. Семь лет. Хотя много связей, там отношений. Еле выживали просто. Просто взяли и уехали в деревню. Наш медицинский центр уехал в деревню. Восемь лет, сколько? Семь лет назад. И только тогда началось развитие. Все оказалось проще гораздо, понимаете? Гораздо проще. Жизнь проще, интереснее, развитие больше во всех отношениях. просто потому, что умотали из этой Москвы. Понять логически это невозможно. Все думают, ну как это, как это, там же нет клиентов, все. Все есть, все есть, все хорошо. И все лучше в 10 раз, чем в крупном городе. Но до этого тоже надо дойти. До этого мышления тоже надо дойти. Это непросто. Люди добрее в деревнях, отношения лучше и так далее. Но это надо понять. Там, конечно же, денег меньше. Это факт. Но они там меньше нужны. и так далее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.